Троица Термина «воплощение» как такового в Библии нет. Это латинское слово, образованное от «инкарни» — «воплоти», которое со временем стало богословским термином. Однако, несмотря на отсутствие в библейском тексте слова «воплощение», соответствующее понятие в нем, безусловно, содержится. В богословии данный термин описывает принятие вторым лицом Святой Троицы, человеческой плоти, без утраты им своей божественной природы. Итак, второе лицо Троицы обликается в человеческую плоть, сохраняя при этом свою божественную природу. Или опять-таки, выражаясь формально, по-богословски, логос, а саркес, то есть логос без плоти, становится логосом энсаркес, воплоти, инкарния. Давайте рассмотрим нашу первую подтему. Предвосхищает ли, предвидит ли воплощение Ветхий Завет? Этим вопросом действительно стоит задаться. Существовало ли в народе израильском определенное ожидание воплощения? Позволю себе утверждать, что некое предвидение было. Если посмотреть назад, посмотреть в ретроспективе, то такой вывод сделать можно. Что же касается ожидания воплощения в перспективе, то для подобного вывода достаточных оснований я не вижу. Надежды на воплощение мы не находим ни у Иеремии, ни у Даниила, ни у Исаии, кстати говоря. Так, если обратиться к 9 главе книги пророка Исаии, стихам 6 и 7, мы найдем в них слова о том, что в доме Давидовом должно родиться младенцу. Ибо младенец родился нам, стих 6, 9 главы Исаии. Сын дан нам владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. И так речь идет о младенце, который должен родиться в доме Давидовом, и на раменах которого будет Божье владычество. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида. Здесь мы видим целую цепочку определений. Всевозможные имена, названия, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. В сочетании с предыдущими указаниями на рождение такого младенца в знак того, что Бог не оставит свой народ, Исаии 7, стих 14, «Се дева в очреве прииметы ради Цына и нарекут ему имя Эммануил, Бог с нами». Итак, ретроспективно, совокупность всех этих текстов Исаии 7, Исаии 9 позволяет сказать «да». Если воплощению и быть, хотя данные тексты не обязательно требуют подобного прочтения, они вполне согласуются именно с этим событием. Разница понятна? Одно дело утверждать, что текст требует того или иного толкования. А другое дело говорить, что это толкование согласуется с текстом, не обнаруживает противоречия с ним. Думаю, не стоит торопиться, видя упомянутые тексты из Исаии 7 и Исаии 9 с выводом об очевидности того, что речь в них идет, о воплощении. Хотя там есть слово «Эммануил», не так ли? «Бог с нами». Однако в 9 главе мы читаем «Отец вечности». Тогда о чем здесь говорится? Воплощение Отца? Теперь видите, почему не стоит спешить с толкованием. Кстати, имена нередко содержали в себе какое-то указание на Бога. Так имя Исаия означает «Господь спасает», спасение Божье. Имя Иезекия, царь с этим именем упоминается в книге пророка Исаии, означает «Бог укрепляет», «крепкий Бог». Однако уже произошедшее воплощение вполне согласуется с тем, что написано в Исаии 7 и 9. Обращает на себя внимание то, что в Ветхом Завете Бог описывается как антропоморфично, так и антропопатично. Эти термины хорошо бы разобрать на занятии молодежной группы в следующую пятницу. Что такое антропоморфично? Зачастую в Ветхом Завете, да нередко и в Новом, Бог наделяется физическими качествами человека. Божьи очи, Божьи уши, Божья рука. Исаии 59, стих 1. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать». Разумеется, ветхозаветные авторы не считали, что Бог телесен. Идолослужение как раз потому так строго и порицалось, что это была попытка уподобить Бога физическому облику человека. Все это образное выражение, обозначающее Божью силу, чтобы спасать и Божье внимание к нашим молитвам. Кроме того, наблюдается в Писании и антропопатизм. Если антропоморфизм — это уподобление Бога физическим характеристикам человека, то антропопатизм — это уподобление Бога эмоционально-чувственным качествам человека. Так, например, в Псалме 77, 40-м стихе мы читаем, что люди прогневляли Бога в стране необитаемой. То есть, здесь человеческие чувства приписываются Богу. Итак, все эти определения и образные выражения встречаются нам в Библии. Божья рука, уши, очи, руки, чувства. Когда же Иисус, Бог во плоти, ходит по земле, он в определенном смысле воплощает в себе все те качества, которые приписываются Богу в Ветхом Завете. Здесь этого настолько много, что Джейкоб Нузна, широко известный современный богослов-раввин, будучи евреем, написал книгу под названием «Боговоплощение» «Образ Бога в формативном иудаизме». Интригующее название, не так ли, «Боговоплощение». Автор утверждает, что в Библии Бог представлен так, будто Он телесен. Следующий шаг Он не делает и даже не допускает саму возможность того, того, что, может быть, Бог действительно облегся в плоть. Автор лишь видит и анализирует язык Ветхого Завета. И это опять-таки возвращает меня к мысли о том, что в Ветхом Завете скорее есть предвидение воплощения, «Боговоплощение». Но не его ожидание. Люди ждали, что Бог придет и посетит свой народ, спасет его и осудит его врагов. Люди предвидели, люди ждали, что Бог придет на Сион, чтобы спасти свой народ, что Илья придет, чтобы приготовить путь. Малахии 4, стихи с 5 по 6. И все же предположу, что воплощение как таковое было неожиданным. Однако все эти ветхозаветные предвидения, во всяком случае в тексте, были вполне закономерны. Ибо если задуматься, Бог, который прогуливался с Адамом и Евой в бытие 2 и 3, явил себя предельно лично в образе Иисуса Христа. И с этим давайте обратимся к новозаветному осуществлению. Это наша следующая подтема. Новозавет содержит целый ряд ключевых христологических текстов, глубоких содержательных текстов о Христе, о Его личности и делах, текстов, которые нам предстоит изучить. ключевые христологические тексты, которые служат основанием для нашей убежденности в воплощении. Филиппийцам 2 глава стихи с 5 по 11 один из таких классических фрагментов Писания. Филиппийцам 2, 5, 11. Послание Павла к филиппийцам. Прекрасный текст. Обратите внимание на отраженные в 3 и 4 стихах пастырские мысли и мотивы. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудренню почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Павлу определенно есть за что похвалить филиппийцев. Однако были в Филиппах и проблемы. В частности, существовала серьезная опасность разделений в общине. Особенно наглядно об этом свидетельствует 4 глава, где мы читаем, что между сотрудницами Павла в благовествовании Еводии и Синтихии возникло разномыслие. Отсюда становится понятным обращенный к общине призыв Павла «Не зацикливайтесь на себе». В пятом стихе записано апостольское наставление «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Примите образ мыслей Христа. за этим следует чудесный нарратив, чудесный евангельский нарратив стихи с 6 по 11. Павел говорит, что Иисус равен Богу. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. «Однако Он умолил себя. Но, читаем мы дальше, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Итак, субъектом здесь выступает Христос. Речь о том, как поступил Он, уничижив себя и приняв образ раба, человека. Вот это и есть, на мой взгляд, серьезное подтверждение воплощения. При этом Его смерть это еще не конец. Бог воскрешает Его из мертвых, прославляет, возвращает Ему былую славу, о чем мы читаем в последующих стихах вплоть до 11-го. «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос славу Бога Отца». Итак, умоление, а за ним возвеличивание, но во втором случае Христос выступает в роли объекта, божественного действия. Отец прославляет Его. Возвращение же к Отцу не означало Его освобождение от человеческой природы. Он Бога-человек, всецело Бог и всецело человек. Он, выражаясь богословски, уничижил себя, а затем был прославлен и превознесен. Итак, превознесен. И нам с вами должно прежде всего помышлять о других, как это делал Господь. Кстати говоря, интересно отметить, что Павел приводит филиппийцам в пример Тимофея. Таковым был он. послание к Тимофею, 2 глава, стих 20, «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Тогда как Тимофей отличает именно последнее «искать того, что угодно Иисусу». Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Еще один похожий путь очерчен для нас в другом христологическом тексте, объемом практически в две главы. Послание к евреям, главы первая и вторая. В несколько иных выражениях представлен тот же самый путь, то же самое путешествие. Послание к евреям, глава 1, стихи 1 и 2. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророках, последние дни сии, говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссело десною престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Таким образом начинаем мы со славы, образ ипостаси Бога, сияние его славы. Однако затем возникает крест и совершаемое им на нем очищение грехов наших. Об этом мы читаем послание к евреям 2 главе стихах с 10 по 18. Процитирую, начиная с 10 стиха, «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все, и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасение их, совершил через страдания. Ибо и освящающие и освящаемые все от единого. Поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви воспою тебя, и еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангела восприемлет Он, но восприемлет семя Аврамова. Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо как Сам Он терпел, бы воскушен, то может и искушаемым помочь. И снова мы приходим к истории Креста, к истории воплощения, к тому, как, вочеловечившись, Иисус стал нашим священником, нашим первосвященником, который введет нас в славу. Он прославит множество своих детей. И здесь вновь возникают темы умоления и возвеличивания. Иисус «Благодаря» paraphrластины и «благодаря» строительную и «благодаря» Состояние смиренности, уничиженности и состояние прославленности, как это описали бы богословы прошлого. У нас вырисовывается вот такой путь с поворотом на 180 градусов. Формально, Писание представляет собой комедию с литературной точки зрения. Все начинается с идеальной ситуации, затем меняется в худшую сторону, но в итоге возвращается к некогда утраченному идеалу. «Хэппи Энд» в конце говорит о том, что это не трагедия, а комедия. В этом смысле неудивительно, что поэма «Трилогия Данте» называется «Божественная комедия». История Иисуса в Библии Это история творения. История Божьего народа. Бог творит мир, мир поражает грех, но Бог возвращает ему былую славу, как об этом говорит Фредерик Бикнер. Это комедия. Римлянам 8, с точки зрения сотворения, представляет нам творение, ожидающее своего искупления. Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих. Это полное обновление, новое небо и новая земля. Это история Божьего народа, нас с вами. Христос прославит множество своих детей. Это Его история в Его воплощении. Об этом мы читаем в Филиппийцам 2, в Евреям 1 и 2. В этом динамика всего Евангелия от Иоанна, где Иисус исходит от Отца и к Нему возвращается, беря нас с собой в обитель Божию. Мне кажется, понимание Библии вряд ли возможно без понимания того, что это комедия. Пусть мы так ее не называем. Однако, жанрово, все именно так. Лучшее еще впереди. Не знаю, как вас, а меня это впечатляет. Когда читаешь эти чудесные библейские тексты, когда видишь, что тот же самый рисунок отражает как вся Библия, так и отдельные ее книги. История Иисуса — это история творения, история Божьего народа, наша с вами история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok